о боже мой о не что это что это за симулятор парковки так припарковались а чё боком достаем понять не могу нажмите его поторопитесь чё же вы пешком то все ходите что происходит на что я вообще смотрю почему если бы я был платина я бы так играл доброго времени суток друзья с вами соло ливер сегодня мы посмотрим реплей второй платины в 3 на 3 также в финале турнира у нас уже был разбор реплея в финале турнира и там нервишки показали свое и сегодня наш герой на вот таком прекрасном скайлайне с белой шляпой попытается победить в финале турнира насколько знаю на первом даймоде но он все еще вторая платина вот ну и посмотрим какие ошибки он делает и и на чем нужно поработать так едем на киков очень поздно флипаемся сразу не стоит так делать ты либо флипаешься сейчас либо не флипаешься вообще а так ты флипнулся и твой рекавери будет очень долгим это не наш мяч нормальная ротация пока что чили наш тима через этот наш мяч может быть поближе влетаем гол на хорошее начало по позиционке все нормально можно будет чуть-чуть поближе но в принципе пойдет-пойдет это дергену киков очередной бесполезный флип это наш мяч этот бус мы своровали у своего тиммейта такие бусты брать нельзя но ты уже видишь что враг не едет на этот буст и надо его оставлять тиммейту чуть-чуть побыстрее надо реагировать у тебя будет лишние секунды полтора чтобы оставить бусте мейту смотреть ты даешь пас к примеру и если у тиммейта есть буст он может продолжить и забить а если у тиммейта не будет вот этого буста то скорее всего он не продолжит твой пас вряд ли ты здесь забьешь первым касанием поэтому твой лучший вариант пасинг они оставляют от бусты этот сам пасинг руинишь так еще соточка нормально три соточки и не упадаем по мячу вот тот самый тиммейт с нулем буста пролетал если что так этот парень дает пас врагу враг не забивает позиция была нормальным потому что твой тиммейт мог заруинить и дать нам ближнюю штангу поэтому вот этот момент я считаю что исключение обычно надо разворачиваться на дальней штанге но в таких моментах когда ваш тиммейт ведет здесь мяч можно вы просто накрыть и мяч туда выпнуть вот поэтому разворот можно будет нужно было делать как можно быстрее и ты принципе правильно продумал итоге мяч отправляется в штангу пушим оставляем наших тиммейтов это наш мяч все в порядке урок шоты 3 тиммейт ловит ворон да и прежде чем вы узнаете ответ мне надо сказать вам кое-что очень важное согласитесь в наше время без банковской карты совсем никуда поэтому я расскажу вам о своем самом удачном приобретении карте тинькофф олгеймс знаете почему это идеальное решение для тех кто фанатеет от игр вы купили игру в стиме вы получаете бонусы за донатили в рокет лигу получаете бонусы купили себе новую клаву коврик или наушники получаете еще больше бонусов один бонус равняется одному рублю примеру 3300 бонусов достаточно чтобы компенсировать годовую подписку playstation плюс а за три с половиной тысячи бонусов вы можете прикупить себе battlefield 5 помимо этого карту можно сделать уникальный прописав на ней свой никнейм что я к слову уже сделал обслуживание и оформление карты абсолютно бесплатно никаких подводных камней заявку можно оставить онлайн и ни в какие офисы ходить не надо ведь сотрудники сами приедут к вам на дом качестве подарка от меня и тинькофф всех кто перейдет по ссылке в описании и оформит карту тинькофф all games получит 500 бонусов на карту то есть халявных 500 рублей я свою карту уже заказал а чего ждешь ты третий тиммейт ловит ворона нас это еще боком ну вот это его ошибка не наша это типа сайт флип был до или что это заявка на на спидфлип но заявка спидфлип на второй плач не фронтфлипы бы пользовались или диагональными но явно не вот не вот таким но опять же если ты учишься то окей нет проблем но просто учиться в финале турнира это конечно интересная затея вот я все-таки рекомендовал на плате не диагональки выучить и не париться в итоге мы промахиваемся помещу враг промахивается помещу и врага мяч халявный дриблинг нам оставили буст но в целом это не самая лучшая идея ехать на этот буст ты видишь там врага и хорошо боже прям тут развернуться в итоге просто повезло что враг не взял буст и наша команда забила между делом победа едем дальше попытка сделать фасты киков не увенчалась успехом почему просто ну просто не слабый контроль машины вот и не увенчалась успеха мне на тот буст поехали смотри мяч уже летит в сторону твоих урок враг в атаке у тебя буст вот под рукой слева и ты приземляешься лицом ближе к левому бусту к центральному но вместо этого ты разворачиваешься едешь за правом зачем непонятно так тут все правильно тайны не наш мяч хорошо окей хороший сейф от врага мы могли бы добить если бы сразу поняли что это не наш мяч если бы тут не жопка ездили а встали бы в нормальную позицию и решились бы отдать этот мяч нашему тиммейту то мы могли быть ближе и уже забить но вместо этого мы постояли пока подумали что это забили пошли уже праздновать открывать шампанское но в итоге ничего не произошло и падаем по мячу ничего страшного бездарный эрил это мечта его тиммейта знаешь почему потому что смотри что он видит смотри он такой о халявный мяч а нет мой тиммейт едет на него почему-то она хотя он в километре от тебя вообще прыгает просто так вот как давать советы платине после такого то есть в среднем это мечты его тиммейт эти не нужно вот так прыгать потому что просто не даешь им поехать на мяч однако однако здесь но этот прыжок может быть чем-то было правда но особо нечем а тиммейт дает пас врагу в надежде на то что кто-то подберет но никто не подбирает вариант лаки в седьмом веке до нашей эры изобрели бэкфлип о боже мой как аналитик я должен сказать что ну как бы ошибся и ошибся смотрим дальше но как контент креатор я хочу посмотреть еще раз так вот мы заезжаем на стенку а даем бездарное касание стоим под ним фойкуем кого-то наши тиммейты дают пас мы разворачиваемся это наш мяч мы не едем на этот мяч подожди если ты разворачиваешься чтобы дефать то ты дефаешь есть разворачиваешься чтобы ехать на мяч ты едешь на мяч не делаешь вот это если ты думаешь что твой тиммейт поедет то значит надо готовиться к пауэршоту в свои ворота а если ты думаешь что твой мяч то едь на него и прыгай заранее надо приджампать учитесь приджампать на воротах то есть читать оппонента и заранее прыгать туда где как по вашему мнению он шок никуда так каков проебан в хлам твой тиммейт слева и ты это знаешь это вообще не твой мяч скорее всего плюс смотри куда выбьешь ты ты выбьешь вот в этот бок где два врага уже готовы куда выбьет он он выбьет в правую часть поля где никого нет его мяч сто процентов плюс у него соточка буста плюс него должна быть лучше позиция с киков а так как он поехал за этим бустом изначально вместо этого никто не падает помещу враг просто дает пас другому своему тиммейту мы прыгаем нам не забивают чтоб что да это мяч падает ворота скорее всего и нет не падал ворота не падал значит принципе ничего страшного не произошло но опять же позиционки проигрыш так возвращаемся в поле берем boost которого нет тем какой-то хаотичные тело движения можно нажать тормоз если хочешь будет просто нажми тормоз не надо что это что это за симулятор парковки так припарковались а чё боком достаем понять не могу так все припарковались поехали вот он наш час пробил так сказать так тиммейтов даем разворачиваться мы с ним очень далеко что тебя мешает здесь поехать но один твой тиммейт уже успеет вернуться вот здесь можно уже ехать вперед вперед тебя соточка буста ты никак не реализовываешь ты просто едешь спустя полминуты враги тебя легко перекидывают убираешь буст по вот это самая распространенная ошибка которую я встречаю на платинах и даймондах у вас полный буст нажмите его поторопитесь чё ж вы пешком то все ходите до база так-то горит но окажитесь в лучшей позиции нажав boost boost это расходник его не нужно коллекционировать он у вас на следующую игру не сохраняется нажмите boost окажитесь в нужной позиции у вас будет 50 бустан и вы будете лучше позиции и вы можете законтролить мяч забить вы можете сделать лучше разыгровку чем если вы будете соткой буста с другой стороны поля вообще бесполезным куском так все еще ходим пешком на мяч ага хороший завод на стену потолочный так когда гайд под потолочные и вот он вот он нет хейтеры на врагах засейвили но тиммейт забил так едем дальше афк встали потому что снимали свой потолочный на камеру все порядке такое бывает как же не потрачить на свой то гол так наш бамп и тиммейт но в итоге кто-то сэвид похоже враг сам заселил свой шот ничего страшного давайте посмотрим так ну вот это явно не наш мяч раз что-то пошло черт и вторым на стену залез с какой причиной да ну собственно ты помешал ему у него соточка буста ты залез вторым на стену не знаю не залезайте вторым на стену чем ваша проблема подойти снизу зачем вам оказывается вдвоем в той же позиции так у нас мало буста хороший пас даем тут уже пора бежать бампом своего тиммейта нет нет через дальнюю часть поля здесь ты уже точно ничего не сделаешь здесь уже вот претенденты на мяч тебе вот дорога туда заказана вот через эти маленькие бусты вот сюда и вот здесь разворачиваться ну в итоге ну доехали до ворот собрали 50 до 100 удачно чё-то опять же не едем на мяч вообще просто снимаем фотографируем непонятно почему не поехали на мяч вот здесь хорошо все видим что наш мяч можно влететь сделать легкое касание не дать пас врагу а сделать легкое касание или выбить вперед или заблочить шот а если он тебя забьет час а он ведь забьет на а он мог забить непонятно почему не едем на мяч вот на этот поехали уже хорошо нажми буст продолжи вот уже лучше больше похоже о нет не наш был мяч знаменитый разворот перед лицом у тиммейта скорее сюда произошел ну конечно это его мяч в принципе ты его немножко и подрезал что делать не стоит не разворачивайтесь перед своими тиммейтами ничем хорошим это обычно не кончается тоже был такой серый разворот так выучим халф липы нормально почти выучили халф липы на второй платине куда-то непонятно вообще мы едем мы все мы потерялись халф лип не сделали все мы потерялись окей мы видим нашего тиммейта скорее всего нужно просто притормозить либо нажать буст настолько вот прям крепко чтобы точно влететь в этот мяч в итоге смотри ты думаешь что это твой мяч правильно ты видишь свою тиммейта но ты думаешь что он не пойдет значит это наш мяч если думаешь что это твой мяч и ты на него едешь так нажми boost и полети в этот мяч вместо этого ты идешь пешком у тебя перекидывает и ты даешь пас врагу но тиммейта дэфа опять же не решительность не использование буста не дец точнее не использование буста потому что не решились вот тут поехали мяч отличный дев Опять же, не там разворачиваешься Вот что ты сейчас можешь сделать Отлично, пас кому? Себе? Хорошо, если себе, то хорошо Есть тиммейту еще лучше Но посмотри вот на это У твоего тиммейта и без тебя был отличный угол Типа тебе не нужно было вмешиваться в этот мяч Он бы и так его забирал Да, то, что ты его так удачно подхватил, это хорошо Но в большинстве случаев это будет кончаться плохо Если бы враги были чуть поближе Ты бы дал пас врагу Не надо разворачиваться перед своими тиммейтами Это очень плохая привычка Отучайтесь, старайтесь верить им Да, это платина, но если вы будете разворачиваться перед ними То это будет чаще приводить к плачевным результатам Нежели чем к хорошим Тут ты молодежь-то затормозил перед мячом Увидел тиммейта или услышал Какой-то слишком глубокий разворот Надо бы уже поехать на этот мяч В итоге мы походу вообще не верим Просто АФК на ворот Что ты тут делаешь? Ты фотографируешь их? Пожалуйста, хватит А кто будет побеждать, если ты фоткаешь? Так, подождали Мяч отдали нам Хорошо, попали Отлично, дабуташ Заруинил шот своему тиммейту Ничего страшного, бывает, бывает Но там был явно его мяч Так, развернулся перед тиммейтом В итоге тоже не попал Буста у нас нет Наш тиммейт не попадает Никто не попадает Это наш мяч Мы почему-то едем задом Что происходит? На что я вообще смотрю? Почему не... Ладно, почему никто Ни почему не попадает Но почему никто ни на что не едет? Ох, как У меня много вопросов Так, взяли буст Едем побыстрее Чуть-чуть Ага, хорошо Нажали буст, чтобы добраться до мяча Еще, может, нажмем разок? Ну, один разок Так, наш мяч Развернулись Отвратительное касание Ладно, дали пас тиммейту Пойдет Не наш мяч Хорошо Почему не наш мяч? Понятно? По-хорошему, мяч Третьего тиммейта Который стоит сзади Но Если ты знаешь, что твои тиммейты Стоят АФК в воротах То, да Касание это правильно Однако По сути сам С такого угла Может ли твой враг забить Эрел Который не сможет Подефить твой вот этот парень Вот смотри Вот Вот он Че забьет, по-твоему? Да ничего он не забьет Он тыкнется в этот мяч Он просто Отдаст мяч Твоему тиммейту В итоге твой тиммейт подберет мяч И у вас будет ситуация 3 в 2 Потому что вот тот челик, который полетел Он будет АФК Где-то на рекавери А вас трое уже готовы в атаке То есть вы делаете себе ситуацию 3 в 2 Просто потому, что он вам отдал мяч Но вместо этого Да, ты его перекинул Окей, ситуация 2 в 2 Мяч у врага Ну типа Если бы он не отдал его обратно То, конечно же, была ситуация 2 в 2 Но опять же Я учу тому Что вам будет помогать продвигаться То есть Вещи, которые статистически Будут вам более полезны То есть не В данной конкретной ситуации Что произошло А вот просто Что чаще происходит И чему лучше Учиться Какие решения будут вам Не в конкретной игре помогать А на дистанции То есть Не разворачиваться перед тиммейтами Может быть в этой В этой игре и правильно было Развернуться перед тиммейтами Но если ты сыграете 100 игр То вы победите там Я не знаю 60 или 70 В которых вы Не развернулись перед тиммейтом И победите 30 или 40 В которых вы разворачиваетесь Перед тиммейтами Понимаете? То есть Статистические вещи Дистанции Так подбираем буст У нас 30 секунд осталось Тиммейт Руинит Мы очень долго думаем Очень долго думаем Ну то есть Если это наш мяч То полетели Поздно взлетаем Ну понятно Кривой Арио Это не такая большая проблема Слишком долго взлетали Рекавери абсолютного Говнища Еще в свой ворот забей Ага 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 Мать радио джейзера Ракамакафо Ну тут как бы Мне нравится Что ты попытался уклониться От этого мяча Потом забил фиг И такой Да ладно Я попаду Что худшее может произойти Ну да Не ну Вопросов не имею Че Мало что Можно комментировать Было красиво Жаль что в свой ворот О Опен 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 И скидыш Медленно Да Вообще Надо было тиммейта Оставлять У тиммейта Так-то больше буста Который едет за тобой Я не знаю Почему он не ворвался Еще Ну-ка давай Посмотрим за тиммейтом Какого черта Он не ворвался А он Афк пеблекс Но это был его мяч Я не знаю Куда он весь буст сделал У человека Который едет с тобой Второй на кик-офф У них должны У них должно быть Минимум 30 буста Но в итоге Он просто Пора фкшивать за тобой Так Шот Тут я думаю Уже не забить Никак Да Я думаю Это уже конец игры И в итоге Нам пас центр Но мы отдыхаем Без буста Ну что я могу сказать Платина Точка Мп4 Я даже не знаю Что конкретно Выделять Здесь Решение Точно выделять Решение Плохо Как-то надо Обределяться Если ты едешь Ты едешь Если ты веришь Тибейта То ты отступаешь То есть Такие моменты Которые Понятно Приходят с опытом Над ними Нужно очень сильно Поработать И опять же Легче всего Над ними Поработать Следующим образом Если ты считаешь Он был реально Хорош Я ставлю Замел Лайк Команда Акрукс Оценила И скорее всего Когда ты будешь Гаче Ты уже Будешь уметь Вещи покруче Ну с кикоффами Надо поработать Для второй платины Можно наверное И получше Можно диагональность Флип это Выучить По хорошему Ну или хотя бы Фракфлипаться В общем По мячу мы вообще Не попадаем Особенно в 3 на 3 Где Фаст кикоффы Это не панацея И Они не особо И хорошо работают Вот Ну а так Это Ну это моя Типичная игра На платине Я бы сказал Что если бы я был Платиной Я бы так играл Вот серьезно Моя игра На платине В 3 на 3 Должна бы выглядеть Как-то так То есть Забил потолочный Зафристайлил В свои ворота Ничего не понимал Что делать Только я чейзил Больше А так Ничего не отличается То есть Нормальная Такая Платина 2 Крепкая Ну вот такой вот Получился разбор Надеюсь он вам понравился И надеюсь Наш герой Вынесет из этого Что-то полезное А также вы Вынесете что-то полезное И напишите комментарий Если вы Таковое полезное Для себя нашли Вот Ну а за сим С вами был Соливер Всем Хорошего Времяпрепровождения И до новых встреч